Ну что, мы начинаем то, что мы начинали, и заканчиваем то, что мы заканчивали. Итак, вы знаете, что нам нужно будет в любом случае делать антифолинг, поэтому у меня вот есть здесь некий набор электроинструментов, дрель, будем чистить винт, наждачка и болгарка вот таким же наждачным диском. У нас здесь вот есть куча дисков, но речь не об этом. Для того, чтобы это все работало, нам нужен удлинитель. Казалось бы, простая задача, пошел и купил удлинитель, но здесь, в этом регионе, все на 110 вольт. Поэтому пришлось купить 110 вольтовый удлинитель, сделать ему кусь-кусь и собрать длинный из двух кусков. Один тот, что у нас был, а второй вот такой. Ну, короче, вот вроде задача не сложная, но тем не менее пришлось повозиться. Дальше намордник с фильтром для того, чтобы не дышать этой гадостью. Диски, глаза и костюмчик, чтобы это все не летело на коже. Ну и всякие там вот, всякие щечки, вот такие штуки. В общем, короче, много всего здесь куплено на 35 долларов. И вот с этим всем мы сейчас будем разбираться, спускаться и чистить дно. Ну, на самом деле, вот вы видите, у меня сзади там идет... О, какая красота! Короче, идет дождь, поэтому сейчас он чуть-чуть, наверное, прекратится. Как вы знаете, здесь это все придется делать с перерывами. Дождь, не дождь, дождь, не дождь. Это все касается задачи по подготовке лодки для антифолинга. А селдрайв я буду снимать только тогда, когда приедет полный селдрайв, чтобы не разбирать, если что-то пойдет не так. И он не тот или что-то еще. Короче, и так сегодня у нас день был, конечно, не очень эффективный, но что-то мы успели. Итак, смотрите, я снял винт и отполировал все лопасти. И вот они сейчас такие у нас красивенькие. Ну, еще успел почистить, сделать сендинг половине келя. Но, к сожалению, больше не успел, потому что сегодня весь день лил жуткий дождь. И у нас вот сейчас здесь вот такая погода, то есть когда там начинаешь работать там болгаркой, она там розетки лежат в этих лужах, там и так грязь вся разлетается во все стороны. Так, короче, работать нормально не получается. Ну, я надеюсь, завтра будет суше и у нас все-таки получится сделать больше. То есть я каждый день хочу делать все очень эффективно, но иногда вот есть такие внешние факторы, которые от этого отвлекают. Так, смотрите, я хотел вам рассказать, как я это все делаю. То есть очень важно. Кому как удобно, тот тем, конечно же, и пилит. Вот я пилю, у меня идет вот такая вот болгарка. И на нее накручивается такой вот небольшой диск. То есть он здесь у него валькра. То есть, а на него вот есть вот такие вот кружочки с этой стороны липучка. Просто делать такой сюда так тынь. И все, и он очень крепко держится и нормально полируется. Так вот, очень важно, чтобы у болгарки был регулятор оборотов. Если этого нет, тогда вы просто испортите весь ваш гель-код, который идет под антифоллингом. То есть это все пилится на минимальных оборотах. Если чуть-чуть оборотов добавить больше, будет, конечно же, чуть-чуть быстрее. Но вы сможете испортить поверхность. Я вам сейчас покажу вот эти ошибки, которые, ну, они иногда случаются. То есть если это там разовая отцаточка, конечно же, ничего страшного. Но если вы постоянно такое делаете, то это будет, конечно же, просто жуткий зашквар. Используется наждачка 6080100. То я делаю так. То есть у меня там слоев уже много. Я беру 60-ку. 60-ка это все счищаю. А потом возьму соточку. Соточкой пройдусь так, просто чтобы сравнять все неровности. Так, ну что, с этим все понятно. Я думаю, вы это запомнили. Можно брать такую, которую давите одной рукой. Можно брать вот двумя. Мне удобнее, когда я беру и держусь двумя руками. Одно я направляю, другое делаю, собственно, прижим. И так можно достаточно эффективно это делать. Но в любом случае это достаточно сложный процесс. Руки от него просто отваливаются. Потому что нужно вот это вот все делать над собой. Это все сыпется в морду. Ну, в общем, это такое себе мероприятие. В общем, если у вас есть лишние 500 долларов, вы их платите. В нашем случае этот подъем для нас внеплановый. И плюс у нас достаточно дорогой ремонт, связанный с этим ремонтом. Поэтому мы будем экономить и тратить значительно меньше. Поскольку мы были к этому не готовы. И это у нас идет не в рамках бюджета. Ну что, давайте я вам покажу, что, собственно, получается. И на что надо обращать внимание, собственно, на корпусе. Итак, смотрите, вот это то, что за сегодня и я пробовал вчера делать одну сторону киля. Ну вот, у нас идет киль. И теперь вот эта вот часть, которая снизу дно. То есть здесь такая достаточно большая площадь. То есть это реально много. То есть это очень большой объем работы, который я делал. Но у нас сегодня ничего другого делать было невозможно. Поэтому я вот сидел и занимался вот этим вот пилением. Смотрите, друзья, на что я хотел обратить ваше внимание. Вот это у меня, вот здесь вот, это старый слой какой-то еще древний. Я его пытался убрать, где это возможно. Но если вот его пытаешься убирать, то получаются вот такие вот запилы. Вот эти вот запилы, ну они не глубокие. Но желательно, чтобы вот этого не было. То есть у вас поверхность должна быть вот такая. То есть все должно быть убрано до грунта. А вот эти вот запилы, вот которые еще вот здесь вот есть, вот такие вот, этого делать нельзя. То есть вы просто берете и делаете поверхность такую, чтобы она была без поверхности, без вот этого вот старого антифолинга. То есть вот увидите, как он убирается. И чтобы она была такая рябая. Потому что если делать вот эти вот белые запилы, они в любом случае будут. Но это уже вы трете гилькот, а его трогать, конечно же, не нужно. Поэтому старайтесь, чтобы вы не нарушали целостность самого покрытия. Но если даже вы там тиранули или там убирали что-то старое, и так получилось, ничего страшного, не переживайте. То есть это не фатально. Старайтесь минимизировать, чтобы вот такие вот моменты появлялись. Но если они появляются, ничего страшного, конечно же, нет. И это все на самом деле появляется, потому что большие обороты болгарки, нужно делать их меньше. И тогда будет нормально. Ну, в данном случае я пытался убрать вот эти вот старые слои краски. Поэтому вот такие вот получили штуки. Но можно на них забить. То есть просто останутся такие, сверху покрашу, и будет красиво. Ну вот, наверное, с пилением лодки у нас все. Ну, во всяком случае, с основным. Смотрите. То есть все пузико пошкрябано. С той стороны у нас все выглядит так. Единственное, что вот эти подпорочки нужно будет потом убрать. Но это все сделается там за пару минут. Так, вот. Что мне осталось здесь сделать? Смотрите. Я убираю вот здесь вот праймер до гелькота. И вот здесь вот это еще надо будет ровную полоску убрать. Я хочу поднять ватерлинию сантиметра на 3-4. Потому что мне кажется, чем она выше, вот в данном случае, тем меньше она будет мозги иметь с обрастанием самого корпуса. Потому что он такой вот видно чуть-чуть обрастает. Потому что вода все-таки туда попадает. Но это не страшно. Этим нас не испугать. Значит, сейчас я буду делать следующее. У меня есть вот такие вот диски. Мелкие. 120. То есть я сейчас беру мелкие и начинаю шкрябать просто для того, чтобы выровнять неровности. Подготовить, положить туда праймер. Вот это вот сейчас у меня такая задача. Продолжаем еще шкрябать. Но это уже быстро, потому что много времени это не займет. Так, ну вот. Я здесь все пошкурил. Давайте я вам покажу, как было до того, как это было 120-кой. И после вы сразу поймете разницу. Итак, это было. А вот это стало. Что, не замечаете отличия? А они есть. Теперь у меня есть задача. У меня есть целая гора химии. И я буду отмывать вот эту ватерлинию. Потому что я ее буду приподнимать. Я вам уже говорил. И сейчас мы просто вот этими вот всеми с разными средствами его начнем оттирать, чтобы оно было там чистенькое. Итак. У нас есть вот такая вот химия. Называется on-off. Она нужна для того, чтобы убирать эту щелочь. То есть мы ее сейчас наливаем в ведро. Не очень много, но чуть-чуть, чтобы хватило на вот полоску. Ползем кверху, мочалка и моем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот это все делается. Теперь вот эту часть, которую мы обработали этим on-off, она уже чистенькая. И дальше будем ее уже красить, но это чуть-чуть попозже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом всем сложно, то, что нужно постоянно двигать вот эти козлы туда-сюда. Вообще-то такой себе геморройчик на самом деле. Если бы эти штуки стояли вдоль лодки, там пошелся такой себе чик-чик-чик-чик, а так она здесь одна, и это все неудобно. Ну, просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы сейчас никуда не торопимся, поэтому все происходит, как оно и должно быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот у нас получились такие красивые борта. И сейчас у нас есть одна очень важная задача. Здесь на келе немного оголился металл. И сейчас мы на него положим грунт, а потом это все зашлифуем, и завтра уже будем красить. На самом деле, все это делается очень несложно. Смотрите. Мелкая наждачечка. Его ровняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, здесь только несколько мест. Ацетон, кисточку макнули. Смываем все экоакулеты отсюда. Вот оно грязное такое. Так, все, это готово. Теперь берем банку грунтовки, которой мы будем покрывать всю лодку. Чуть-чуть нам его нужно. У нас есть корыто, есть валик. И сейчас так шик-шик-шик, и все красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это отвердитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот металл я покрыл. Кстати, вот эта вот грунтовка, это грунтовка для металлических кораблей. Поэтому оно нормально на металл ложится. И на нее сверху прекрасно ложится антифолинг. И опять же, на гилькот, на праймер, который идет на гилькоте, она тоже прекрасно ложится. То есть такая универсальная грунтовка. В общем, сейчас это все сохнет минут 15, потому что она двухкомпонентная. Мы лодку всю полностью моем. И уже будем готовы к вот этому вот праймеру, чтобы уже полностью всю лодку им покрывать. Поэтому, ну, в общем, вот так. Ну что, начинаем мыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь все то же самое, только с другой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА